Инфекционное отделение больницы в Пересвете на капитальном ремонте. Его начали 3 декабря с кровли. Она была мягкая, с большими протечками. За две недели ее полностью перекрыли. Здание образца 68-го года в последний раз ремонтировали 10 лет назад. Депутат Госдумы Сергей Пахомов ознакомился с ходом работ. Мы год назад, все помнят хорошо историю с детской поликлиникой, с теми жуткими кадрами, которые мы в какой-то момент в сети увидели и, как обещали, к Новому году привели просто ее в порядок. Спасибо нашим коллегам и партнерам из ФНБА. Они нас тогда поддержали. И тогда мы говорили о том, что продолжим работу по модернизации всей этой части, вот этого пункта здравоохранения, всей этой большой больницы. Что мы делаем сейчас? Сейчас вот за моей спиной это инфекционное отделение. Оно 10 лет назад ремонтировалось, но тогда это все было сделано не то, чтобы не очень качественно, но, в общем-то, не все. Когда ремонтировали, забыли про крышу, ну и так далее, и так далее. Я сейчас уже, наверное, даже не опишу, что это было. Мы до конца этого года полностью закончим капитальный ремонт этого здания, поменяем крышу, окна, придем все в порядок внутри, сантехнику, все новые палаты. Это полностью здание инфекционное. Мы решили уже его сделать, больше не возвращаться. Инфекционное отделение специфическое. Здесь боксовая система. Каждый бокс со своим санузлом. Полная внутренняя отделка, замена полов, электрических светильников. До пандемии отделение было рассчитано на 24 койки для пациентов с разными видами инфекции. В пандемийный период только для ковидных больных на 12 коек. Койки у нас оснащены и кислородом, и всем необходимым. Лекарства есть, поэтому мы планируем с начала года новые поступления пациентов. То есть это средняя тяжесть? Да, так мы скажем, что у нас нет реанимационной поддержки. В инфекционном отделении у нас легкие и средние койки. Капитальный ремонт инфекционного отделения не снимает с повестки дня ремонт в самой поликлинике, которой так ждут жители Пересвета. И поликлиники Римаша, относящиеся также к Федеральному медико-биологическому агентству. Проектно-сметная документация проходит экспертизу. В начале следующего года будет разыгран конкурс на ремонтные работы. Средства выделены около 100 миллионов рублей на оба здания, зарезервированные в бюджете. И в следующем году мы начнем капитальный ремонт, еще раз повторяю, двух поликлиник. Это поликлиника Римаша и полностью здание поликлинического звена. Сейчас не готов сказать, когда мы это закончим. Все-таки работы много, и все это связано с тем, что мы не можем закрыть для посещения поликлиники. В общем, есть технология перемещения врачей с одних кабинетов в другую, но это уже техническая часть. Самое главное, что мы уже полностью обеспечены финансированием, стоим в программе, заканчиваем проектно-сметную документацию. Это значит, что в горизонте года-двух мы полностью реконструкцию этих объектов закончим, как и обещали. А капитальный ремонт в инфекционном отделении больницы Пересвета завершится к концу этого года. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, Дмитрий Зайчиков. Программа «События». Программа «События»